Вы снимаете, как снимаете. Кто хочет, вот мы принимаем такое решение. У кого есть какой кредит, и я его не пропускаю, ну, Ирена его не пропускает, Ирина Ольдовна. Мы здесь его обсуждаем, и я гарантирую вам, что мы будем принимать решение большинство. Потому что... Ты хочешь, давай? Да, поехали, докладывай. Пусть нас рассудят. Я буду ему оппонировать, а вы будете... Ну, завод необычный. На самом деле, наш банк имеет в прошлом моменты, когда касательно сахарных заводов возникали проблемные моменты, и поэтому я здесь, чтобы... Доказать, чтобы мы начали новую программу. Делать правильное решение в интересах банка в первую очередь. Ну, и не забыв о клиенте, конечно. Я себе, потому что ты доход получил. Да, больше чего. Но это не самое главное. Самое главное, правильно подойти к этому вопросу. Нам не надо подыграть. Ничего-то не хочется. Ты хороший парень. Хочет, хочет. И мне нужно делать. Ну, говоря на то, что заключение безопасности, ну, я понимаю, там цифры, там числа. Нет, давай не по заключению. Давай, ты говори, какой кредит... Я даже могу материал рассказать. Давай, ну, говори, говори. Ну, раздавать не надо, сейчас... Нет, нет, тут есть по одному личцу, так, чтобы было бы лень. Ну, какая тема, это открытое акционерное общество «Дубогазовский сарзавод», который обрел хозяин... Ну, всем, да не хватит. Ты зачем бумаги на перерыв? Послушай, Андрей, ты говори, значит, почему отказали тебе и какие у тебя... Нет, зачем мне отказали? Доказали не надо. Я сам буду говорить. Еще никто не отказал, просто... Ты говори, какой клиент, и почему ты считаешь, сколько ему надо дать. Давай. Так, «Дубогазовский сарзавод». Да. Так, для информации. Завод полтора тысячника, это значит полторы тысячи тонн свеклы в день. Сезонная промышленность работает в год пять месяцев, ну, грубо говоря, в шесть месяцев. Девяносто дней это такой, средний цикл. Производственная мощность завода подтверждается тем, что он включен в положение Министерства аграрной политики, так как есть такой приказ такой, стараться не вывозить сахар с Украины. И на этот завод расписано на 2001 год 9,5 тысячи тонн сахара надо продать по минимальной цене, утвержденной к админам, в пределах украинского рынка. Это говорит о том, что завод стоит, и он дышит, и он достаточно хорошо дышит. На самом деле это завод Сурская область, находится на границе России. Ближайший сарзавод от этого завода 100 километров, что говорит о том, что с полей в радиусе 50 километров нет смысла везти собранную свеклу на другие сарзаводы, потому что транспортировки сразу отражаются на себестоимости сахара. 51% акций завода принадлежит родственной группе людей. Завод является клиентом Украинского отделения, закроет счета, это не вопрос в других банках, которые он и так не действует. В прошлый год по движению трейдеров завода, которые тоже являются клиентами моего отделения, это промо-нверсах, лесах, агроком, проходило движение. Всего 25 дней работал завод в связи с тем, что за этот завод шла война, и в итоге они отвоевали этот завод. Отвоевали этот завод у такой структуры, как интербайк. Те не отпускали завод, потому что завод должен был 400 тысяч долларов за газ. Но мировыми путями решили этот вопрос. Если бы это не было так, тогда никто бы не позволил бы в связи с подачей исков в суды, никто бы не позволил в данный момент времени целостный имущественный комплекс предоставить банку завода. На самом деле целостный имущественный комплекс, это действительно мощный завод, 86 гектаров земли, железнодорожный путь прямо от завода к Анатопской станции, что тоже отражается на подставках и оптимальности во всей. Очень существенный момент. Четыре тепловоза на сайт завода. И на моих глазах только промо-нверсах, структура, которая обслуживается у меня в отделении, имеет кучу офисов по Киеву, которые у меня находятся в залоге. Выдали мы им в среднем 1 700 000 гривен кредита. И на моих глазах по счетам моей фирмы были потрачены 2 300 000 гривен в счет уже вот этой всей компании. Завод на 80% готов к работе. На сегодняшний день просят 1 000 000 гривен кредита для того, чтобы с расчетом на содействие банка уже закупить там специальный место углекислый газ, который там выпаривает влагу. И уже последняя стадия сахара. Вокруг завода 5000 гектаров земли засеяны свеклой. Промо-нверсах, это клиент моего отделения, одновременно является учредителем этой агрофирмы 60%. И поэтому, вне всяких сомнений, эта свекла, да и деваться некуда, она поедет только на этот царь завода. Царь завода признан третий только в Сумской области. Ну и подтверждение того, что на моих глазах он в прошлом году отработал. Для чего у меня предоставлены все выписки движения по счету. Завод работает на газе, что тоже очень существенно. Это дешевое топливо для завода. Имеет свою теплосканцию, имеет на всякий случай хранилище для мазота, в случае чего-то, если переключиться на другой вид топлива. И я думаю, по цифрам, в этом году завод планирует отработать, возьмем самые маленькие показатели, 70 дней, выработать 12 тысяч тонн сахара почти. Рентабельность где-то 12%, что принесет прибыль, это по самым скромным посчетам, под 3 миллиона гривен. Это включает там еще побочные выходы, там и ЛАСа, и все такое. 3,5 миллиона завод должен заработать. Ясно, ясно. Какие вопросы есть с выступающими? 6 месяцев, на время производства не улучшили. Только громче говорить. Это сезонное производство. Как известно, спрос на сахар начинается не до марта, а заканчивается в августе. То есть, если бы сейчас вы выдать эти кредиты, эти полгода, спрос на сахар просто падает. Я считаю, что нерациональность сейчас... Нет, это вы оппонируете. Вопросы есть с выступающим? Кредитовский, кредитовский закон. Да, как я говорю. Есть за что? Как прогнозируется? Какие прогнозы он давит, если вы, на этот год? 270 центнеров с гектара. Всеклад. Это хорошо показать. Это где такой прогноз? Это его взят. Это прогноз вообще, это аналистическая и статистическая информация. Хорошо. Какие вопросы? Дальше. Обороты акционеров в этом заводе за прошлый год. Не понимаю, что имеется в виду. Обороты, чтобы... Те хозяина, которые взяли этот завод, на моих глазах, они... Не, 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 ты отвечай на вопрос. Это не на это. Обороты, я не знаю. Обороты за год за месяц, за сколько вы спрашиваете? За год. За год, давай. Только про Монтерсак под 4 миллиона гривен. За год? За год? За год. Ну это с учетом того, что... Такой еще вопрос. Реальная стоимость залога. Реальная стоимость залога где-то с 5 концов информации. Готовые люди говорят, я его на 3-4 за 3 грамма. Нет, за год если перевести металлолом, сколько он будет стоить? Металлолом по словам Ивана Ивановича Коресника там под миллион гривен наберут. Если верится, то разложите все козлы, висит металлолом. А вы смотрели баланс вообще предприятия и задолженность по кредитам? Кредитовская и кредитовская. Кредитовская задолженность указом президента за истечением срока ее давности списана. Осталось там где-то под миллион, что... Ясно. Вопрос какой у вас еще был? Есть вопрос? Ну, спал. Да, какие вопросы у кого еще есть? А в прошлом году какой доход у завода был? В прошлом году заработала фирма САФ «Агрофон». Нет, доход. Так, какой вопрос? Прозвучала фраза, что завод готов к работе на 80%. Что это значит? Это значит, что свекла, которая уже лежачий... Зреет. Свекла это и пшеница, и ничего. Причем завод готов. Я спрашиваю, что значит завод готов на 80%? Осталось закупить уголь для выпарки этого самого. Для испарения жидкости. Уголь или пшеница. Я посреди вас. Мешки, которые тоже будут покупаться для моего отделения. Заключены ли договора со всеми сахозами на переработку? И заключены ли договора на поставку сахара? О, хороший. Заключены договора на производство, на поставку 5000 тонн. С 5000 гектаров свеклы. Ты видел эти договора? Я мало того, что видел эти договора, я еще видел поставленное ГСМ за деньги, которые и в наших кредитах работают. ГСМ, гербициды, семена... А сколько нужно собрать с 5000? На какую сумму? С 5000 гектаров можно будет собрать 81 тысячу тонн свеклы. Насколько это денег? И это получится... Так, надо посмотреть. Это получится 7600 тонн сахара на 18 миллионов тонн. Так, хорошо. Какие? Сколько? 54 дня. Это 3000 тонн. 3000 гектаров земли. Сколько денег, когда это? Миллион. Сейчас я вам скажу. По самым скромным подсчетам, это будет... Кредитная история. Кредитная история какая? Кредитная история. Кроме Торса. Два года пользуются у нас кредитами. Они гасят своевременно. А завод? Завод. Завод или комплимент? Там новый акционер. Новый акционер его завод. И я вам скажу, почему не берет кредит поручитель. С удовольствием я бы дал кредит вот этому самому с хорошей историей. Кроме Торса. Но за этот завод была война. И в связи с этим, с общим собранием акционеров на тот момент, упустили момент, чтобы внести в повестку дня собрание акционеров, предоставить поручителю, под наше поручительство, взять кредит, нашему там проминтерсаку или кому-то. И поэтому они пили просто взять кредит. И сейчас мы вынуждены отдаем кредит самому заводу. Но от этого ничего не меняется, потому что там все свои хотят. Что и учредители акционеров, что и учредители... Такие вопросы еще? Давай. У меня есть. А кто может поручителям выступить? Поручителям как из лица в тени или как-то. Поручителям выступит весь холдинг, который вот на другой стороне. Какой-то оборот, какой оборот? Ну, поручители. Так, ну, поручители все у нас уже закредитованы. Так, больше вопросов нет? Сколько завтра там? Да, по вещи, значит, в самому отдастся. Какой вопрос? Расскажи, дал. У меня вопрос. Миллион. Ну, вот за газ бельщиком есть прямая договоренность, вы видите, что он подойдет в течение... Так, обозреваемый вопрос. А продукцию только из этой области будут поставлять? Ну, через кое-что? Ну, это все производство, если будет. Что? Конечно, 50 километров, дальше не надо. Да, готовы завтра в этом году будут продавать. Только на украинском рынке? На прошлом году, на моих глазах, есть такая фирма, Биосфен, если я не ошибаюсь, и завод обломный. Только он покупает 25% того, что они будут произведены. Так. Если же что-то вопрос задали насчет, откуда будет стекла поставляться, это, насколько я знаю, как урожение Сумской области. Там с сахарными заводами Сумская область напичкана. И вот информация прозвучала, что до первого завода 100 километров. Буквально 50 километров это Буринский сахарный завод. Но ведь уже там заводов. Буринский сахарный завод. Значит, вы из Сумской области, да? Да, это тоже. Значит, бережет ему эти самые, что 100 километров. Ну, там просто напичкана Сумская область. Так, все, стоп, 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 стоп! Кто хочет пропонировать господину Атаяну, моему родственнику, по поводу выдачи этого гредита. Какие есть возражения? Это уже не вопросы, а кто считает, или мне нужно... У кого есть возражения? Потом я добавлю. И сомнений. Или какой информации не хватает? Или какие есть возражения по поводу этого? Или все считают, что информации достаточно, можно выдавать? Кто считает, что недостаточно информации? Какое не хватает? Тот, кто сказал мало, какой не хватает? Надо разобраться по поводу этой войны с миллионом долг, чтобы потом не получилось. Когда мы дали кредит, выползли какие-либо новые долги, новые хозяева. Это первое. Какое самое главное? Это самая договоренность. будет разобраться. Учная договоренность. Устно договоренность, что 80% на 80% готов, что миллион задолженности есть в уговоре. Это устно. Это все слова. Сегодня я сказал... Я вам обещаю, это метод логического мышления. Да, это логическое мышление. Какие дети все? Хотел бы что-то? Кто абонировать? Я спросить хочу. Это акционерное общество, там сказали, по-моему, сколько, 51%? Да. А 49% кому? А для предприятия решения нам начало, и этот завод... А 49% государству или кому? Никакому государству. Так, быстрее, быстрее. Кто хочет пропонировать?